МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заботишься о безопасности и хочешь знать, что происходит в твоем дворе на парковке или детской площадке? Звони 93 93 93. Интеркомтел. Здравствуйте. Программа Актуальна. В студии Илья Лапшин. Телефонное мошенничество. Почему оно до сих пор живо? Почему никак нельзя прекратить все эти криминальные истории? И злоумышленникам все чаще все удается обманывать нас на большие суммы денег, фактически грабить обычного гражданина. До сих пор актуальны прежние сценарии? Или технологии и в этой части меняются? И может ли государство действительно уже планомерно как-то прекращать все эти истории? Об этом сегодня будем говорить вместе с Михаилом Соколовым, заместителем управляющего регионального управления Центрального банка России по Ивановской области. Михаил Николаевич, здравствуйте. Я вас приветствую. Спасибо, что нашли время для этого разговора. Знаете, вот честно говоря, прямо выдохнули, мне кажется, наши граждане России, когда приблизительно год назад действительно казалось, что эта история сходит на нет. Во-первых, конечно, и операционные системы телефонов современных стали тоже очень здорово работать, отсекать прежде всего звонки с рекламными предложениями. Казалось бы, может быть, в эту кучу и мошенники тоже попадают. Ну, таких звонков стало меньше, да? На очень короткий период времени. Месяц-два, и вот опять все это начинает повторяться. А мне очень трудно судить, поэтому я в самом начале сказал, сценарии прежние, то есть, смотрите, отработанная такая вот схема, и она повторяется, повторяется, или, что называется, новые обстоятельства из-за известных событий, и мошенников, преступников как-то заставляют работать по-новому? Нет, мошенники не стоят на месте, безусловно. Они постоянно двигаются вперед, идут, как говорится, в ногу со временем. И мошенники стараются подстроиться под актуальную информацию в сегодняшнее, под сегодняшнее время. Все мы прекрасно знаем, что в последнее время появились некие проблемы со снятием, например, наличных денежных средств, валютных, с личных счетов. Мошенники быстро эту тему уловили, и сейчас они могут обращаться под видом сотрудника банка, позвонить вам по телефону и предложить, например, открыть специальный счет, с которого вы без проблем снимете необходимую сумму наличной валюты, либо рубли. Тема достаточно актуальная, и многие люди попадаются в эту ловушку и идут на поводу у мошенников, и сообщают необходимые финансовые данные, личную информацию для того, чтобы якобы этот счет был открыт. Михаил Николаевич, смотрите, какие интересные вещи вы рассказываете. Ну, понятно, что новые обстоятельства, значит, новые сценарии, но когда мы говорим о валюте прежде всего, то злоумышленник должен четко понимать, что он будет разговаривать не с каким-то пожилым человеком, а с человеком, ну, не то чтобы состоятельным, но во всяком случае обладающим каким-то накоплением в валюте, валютными счетами, может быть, в банке, или во всяком случае человеком, который задумывается, что сделать со своей, может быть, и наличной валютой, да, и предлагает ему такие варианты. То есть человеком достаточно искушенным. И не боится, не стесняется, абсолютно уверен, что если не каждого, то, может быть, каждого десятого он разведет. Может быть, каждого десятого, может быть, каждого сотого человека. Для машинника это не имеет значения. То есть он просто совершает звонок на обум. Если он попадет на пенсионера, у которого нет денежных средств, он приведет разговор. Но рано или поздно он попадет на того человека, который... Помнишь, что он молодой, грамотный, достаточно, да. И все равно будет с ним работать. И для того, чтобы, например, втереться ему в доверие, в том числе сейчас используется такая новая схема, часто стали представляться мошенники сотрудниками, например, Банка России. Так, да. Ну, мало представится по телефону сотрудника Банка России. И мошенника, конечно, нужна доказательная база. Мошенники что придумали? Они стали использовать поддельное удостоверение сотрудников Банка России. С печатью, с реальной фамилией сотрудника банка, которую, в принципе, нетрудно найти на официальном сайте Банка России. Наши фамилии, они секретами для кого не являются. И потенциальные жертвы на мессенджер, на электронную почту, они отсылают скан-копию, например, своего якобы удостоверения сотрудника Банка России. То есть, к телефону, да, именно к телефонному звонку теперь уже отправляются и мессенджеры. Совершенно верно. Для того, чтобы втереться в доверие, для того, чтобы показать, что мы не просто так, как какие-то люди, неизвестные вам звоним, мы сотрудники Центрального банка. И вот для этого они используют такую вот эту новую схему, они начали достаточно активно использовать. То есть, здорово. Или здесь, может быть, можно немножко как бы сэкономить на качестве этого документа, если это просто фотография, да, и присылается в мессенджер, но тем не менее. Я видел такие удостоверения, в кавычках, да, которые приходили людям, реальным людям на их мессенджеры. В основном это водительские права, в которых очень топорным способом написано, что это сотрудник Банка России. Но я бы рекомендовал людям, безусловно, кто, не дай бог, в такую сеть будет попадаться, понять и уяснить для себя раз и навсегда, что сотрудник Банка России никогда не будет звонить ни к каким физическим лицам. Потому что Банк России с физическими лицами не работает. И тем более... Это надо четко уяснить. Это нужно четко уяснить. Банк России с физическими лицами не работает. Он не занимается выплатой никаких денежных вознаграждений. Он не прилагает открыть никакие специальные счета. И тем более удостоверение, личное удостоверение сотрудника Банка России он не будет высылать по своему мессенджеру. Смотрите, я хочу еще одно уточнить. То есть, получается, это действительно такая абсолютно новая стратегия, что фамилия сотрудника Банка, любого, может быть, даже и регионального управления, она не выдумывается, она действительно настоящая. То есть, расчет делается на то, что я получаю такой звонок, у меня возникает недоверие, я слышу фамилию Михаила Соколова, как, например, зампред регионального отделения. Вы заходите на сайт Банка России, проверяете. Я беру паузу, вешаю трубку, я скажу, давайте вы мне позвоните попозже, я удостоверяюсь, что это живой человек и действующий сотрудник, и тогда уже у меня что-то во мне происходит, и я по-другому уже говорю. Да, безусловно. Отвечаю на следующий звонок. Именно в этот момент у вас должно в памяти всплыть то, что Банк России с физическими лицами не работает, и счета физическим лицам не открывает, и поэтому в разговор вступать не следует. А что-то еще, вот как раз из новой тематики? Из новой тематики, да, хотелось бы отметить, то есть старые схемы, они, безусловно, работают. Тоже работают. Тоже работают, я могу вам о них тоже рассказать, напомнить. Но появилась новая схема мошенников. То есть когда вам позвонил сотрудник якобы кредитной организации, и он начинает разговор с того, что напоминает вам, наоборот, о безопасном использовании банковских карт. Он напоминает вам, что вам ни в коем случае, не надо разглашать эти данные, вы даже не с кем общаться. Вы это понимаете? Вы говорите, да, конечно, я это понимаю. Но разговор на свой заканчиваю тем, что сейчас есть такая услуга у кредитной организации, вы можете пройти на сайт, сейчас ссылочку я вам пришлю, на который вы можете проверить, а совершена ли на самом деле утечка ваших персональных данных, ваших финансовых данных или нет. Вы говорите, давайте попробуем. То есть вам приходит ссылка на ваш почтовый ящик, ваш мессенджер, вы проходите по ссылке, и для того, чтобы провести эту проверку якобы, вам нужно ввести опять же ваши персональные данные. Например, номер банковской карты, СВВ-код или код, который вы получите в СМС-уведомлении. То есть таким образом вы сами вводите информацию в ту ссылку, которую вам прислали. Я хочу уточнить, то есть любой диалог, под каким бы прикрытием, под какой бы темой он не был, какие бы психологические приемки бы не использовались, и моменты, он всегда рано или поздно заканчивается необходимой личной информацией от потенциальной жертвы. И все-таки вот под этой личной информацией что мы понимаем? Ни сотрудники банка, кредитной организации, ни сотрудники, тем более, Банка России, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не будут вам задавать никакие вопросы, даже о номере вашей банковской карты. Никогда. Эта информация им абсолютно не нужна. В банках эта информация и так есть. Еще раз ее у вас уточнять, смысла нет. Поэтому, если вам поступил такой телефонный звонок, то мой вам совет, просто повесьте трубку. Если вы хотите убедиться в сохранности своих денежных средств, вы можете позвонить либо по номеру телефона, который указан на сайте банка, либо на оборотной стороне карты, либо сходить сами непосредственно в банк. Ну и, возвращаясь к вашему вопросу, что же все-таки является основным условием, так скажем, для того, что... Основным интересом. Основным интересом для мошенников, да. Это не только номер карты. Это номер карты, это первое. Фамилия, имя, отчество владельца карты. Срок действия карты. Очень и самое главное, наверное, это так называемый ЦВВ-код. Это трехзначный код, который написан на оборотной стороне вашей карты. Ну и, безусловно, тот код, который вы получите в СМС-уведомлении от банка. То есть, если вы будете делать какие-то транзакции, вы делаете переводы, вы получаете шестизначный код подтверждения, совершенно верно. Этот код, безусловно, тоже интересует мошенников. Но еще раз советую прерывать разговор, не заходя далеко. То есть, не надо вступать в разговоры, пытаться, потому что вы сами, не замечая за собой, можете разгласить то, что говорить мошенникам не стоит. Если все-таки допустил такую оплошность, и вот уже наша беседа, опять же скажу в кавычки, она до такой критической точки доходит, и я согласился получить ту самую ссылку, о которой вы сказали. Она приходит ко мне на телефон, или на СМС, или я, может быть, еще и разболтал ей адрес электронной своей почты. Ну, не суть. Она приходит, я ее могу открыть на телефоне, или я ее могу открыть, ну, что называется, на обычном компьютере. Это что? Здесь где страх? Потому что там от меня дополнительная опять информация потребует? Вот уже какой-то сайт, или какой-то ресурс? Или это заражение моих устройств? Два варианта развития событий. То есть, ну, первый вариант развития событий, что вы пройдете по ссылке, и с вас потребуется вводить какие-то далее персональные данные. Второй развитие событий вариант. Пройдя по ссылке, вы заражаете свое мобильное устройство, свой компьютер, свой гаджет, заражаете неким вирусом, который без вашего ведома персональные данные с вашего телефона просто украдет. Поэтому просто удалить эту ссылку. Не стоит проходить ни к каким ссылкам по одной простой причине. Ни сайтов, никаких сайтов не существует, на которых можно проверить утечку персональных или банковских каких-то сведений. Скажите, когда злоумышленники говорят с клиентом, я так скажу, тогда с потенциальной жертвой, они говорят действительно прямо на вашем профессиональном языке. Не сленги, а именно профессиональном языке. Они не допускают себе, может быть, какую-то новую терминологию, которая для вас совершенно не то, что не свойственна, она в вашей работе не используется, но для жертвы это совершенно новый термин. И он так думает, что я отстал действительно от развития текущих событий, и это действительно может быть для меня какая-то очень полезная информация и серьезный человек со мной говорит. Очень хороший вопрос, на самом деле очень актуальный, потому что в последнее время участились случаи использования как раз сленга, который мы в своей профессиональной деятельности не используем. Ну, во-первых, во время звонка вам говорят о некоем специальном счете в Банке России. Спецсчет в Банке России. Что это такое, я не знаю. Или, например, такое понятие, как поступила заявка на смену вашего финансового номера. Что за финансовый номер, я тоже даже себе представить не могу. Ну, под счетом Банка России, понятно, они пытаются вас сказать, что вам нужно открыть специальный счет, чтобы вы на него перевели деньги, а с него уже деньги будут списаны. А что касается смены финансового номера, они таким образом запугивают человека, что смена финансового номера не позволит вам дистанционно иметь дистанционный доступ к вашему банковскому счету. Потому что тот мобильный номер телефона, который вы указываете при заключении договора, вот они его и называют, видимо, финансовым номером. Почему финансовым, объяснить я не могу. И они вас пугают тем, что так как поступила заявка якобы от вас на смену этого номера, вы не сможете использовать его, дистанционное обслуживание, дистанционный доступ к вашему счету. И они вам предлагают совершить некие манипуляции с своим гаджетом, с телефоном, например, ввести комбинацию цифр для того, чтобы отменить эту смену финансового номера. Вводя эту комбинацию цифр, вы подключаете таким образом дистанционный удаленный доступ к вашему гаджету, к вашему телефону, к вашему компьютеру и так далее. То есть, все смски, которые в том числе с кодами от банков, телефонные звонки, они перерисовываются с вашего телефона на телефон из злоумышленников. И звонок вам может поступить как от представителя банка, как от представителя правоохранительных органов. Зачастую попадаются схемы очень запутанные. Вам может поступить несколько звонков. Сначала поступить от службы безопасности банка. После этого поступить в звонок, например, через час, от правоохранительных органов, которые сошлются на то, что банк нам сообщил, что у вас там мошенническая операция. То есть, схемы, они очень разнообразные и могут быть очень запутанные. Первый звонок вы, может быть, получите и от простого человека, который закидывает первую вам удочку и смотрит, проглотили вы наживку или нет. Как вы отреагировали на звонок, как вы на него ответили. Затем вас могут передать в руки следующего мошенника, который уже будет вас более грамотно, более профессионально, так скажем, такой сленг, не знаю, правильный, обрабатывать. То есть, когда они поймут, что да, вы уже на крючке, и вы понимаете, что что-то случилось с вашими счетами. Если вы грамотно говорите, вас могут передать в руки третьего человека, который уже будет обладать необходимыми знаниями, навыками и терминологией. То есть, чтобы вы поняли, что вы общаетесь с грамотным человеком. Поэтому я считаю, что не надо вступать в эти разговоры и заходить далеко, потому что на том конце провода, безусловно, находится профессионал своего дела. Вот случилась такая беда. Деньги пропали. Рассказал все свои данные, злоумышленник добился своей цели, он начинает с нас списывать и списывать вот эти вот суммы. Так вот, может быть, поэтому пойти. Произошло списание, но как-то законодательно думать, как вернуть быстро пострадавшему человеку деньги. Здесь делается какая-то работа или это невозможно? Или как-то вообще делать еще новые преграды для этого списания? Даже если я вот такой вот лопухнулся и рассказал все о себе. Ну, давайте мы с вами тогда разделим вопрос такой обширный достаточно. Ну да, это как бы вторая такая тема. Да, мы давайте его разделим на несколько. То есть, то, что Банк России делает и то, к чему мы стремимся. То есть, вот что касается, что мы уже сделали, с 1 октября вступило в силу указание Банка России, на основании которого любое физическое лицо, абсолютно любое физическое лицо, может установить запрет на проведение транзакций, по своему счету, онлайн-транзакций. То есть, что это значит? То есть, для того, чтобы мошенник, даже если узнал ваши персональные данные, номер вашей карты, СВВ-код, все у вас выведал, но для того, чтобы он не смог провести операцию удаленно, вы можете прийти в обслуживающий вас банк и написать заявление на установление запрета на проведение онлайн-операции, например. Можете установить запрет на проведение онлайн-операции в какой-то сумме. То есть, например, не более 1000 рублей, либо запрет на выдачу онлайн-кредитов, что очень актуально, это одна из схем мошеннических, очень бурно развивающихся, когда вам звонят и говорят, что на вас онлайн-кредит оформлен. Вот для того, чтобы этого не случилось, указание вступило в силу. Некоторые кредитные организации, безусловно, это делали и раньше, до выхода указания Банка России, но сейчас и другие кредитные организации постепенно своё программное обеспечение отлаживают, и у клиентов появится возможность, возможность, право, и мы советуем это сделать, особенно для людей, которые подвержены этому, например, пенсионеры, чтобы они пришли в банк, написали соответствующее заявление и ограничили онлайн-операции, которые можно сделать дистанционно, по своему счёту. Давайте, вот тут прямо сделаю уточнение. Хорошо, у меня, ну, как во многих сейчас компаниях, фирмах, есть действительно с различными банками так называемые зарплатные проекты, куда нам наше денежное ежемесячное удовольствие от компании переводится на наш счёт, а уж распоряжаемся мы этим счётом с помощью банковской карточки. Копится у меня, или сразу я её трачу, не суть. Ну, предположим, что у меня есть какие-то накопления, я трачу не всю свою ежемесячную зарплату, и у меня накопилось, ну, скажем, условно 100 тысяч рублей на моём счёте. Я боюсь мошенников, я боюсь, что эти 100 тысяч в результате моих переговоров с преступником превратятся в ноль, скажем так, да, и я могу предупреждать какие-то действия. То есть я иду в свой банк. Верно. И говорю, что я могу что? Ну, значит, какие темы для диалога могут быть с операционистом, с сотрудником банка? Темы для диалога могут быть абсолютно разные, но вот одна из тем, которую я советовал это всегда людям, у которых есть денежные средства, на текущем счёте, потому что банковская карта привязана к текущему счёту физического лица. То есть открыть в мобильном приложении, сотрудники банка вам, безусловно, в этом помогут, открыть, например, счёт, срочный вклад, на который вы будете с текущего счёта переводить деньги на депозитный счёт. Так. Все деньги, находящиеся на депозитном счёте, они, к ним доступа через вашу карту нету. Так. Потому что через карту вы имеете... Хорошая, да. Да, это первое. Сценарий, да. Второй сценарий, о котором я только что вам сказал, с 1 октября, вы можете прийти в банк и попросить написать заявление, что вам дали заявление в форму, банк каждый разрабатывает свою форму заявления, в котором вы укажете, что вы запрещаете, чтобы с вашего счёта, например, проводились оплаты в интернете, к примеру. Или для того, чтобы к вашему счёту установили запрет на онлайн-кредитование, чтобы вам онлайн-кредит без вашего личного посещения банка ни в коем случае никто не оформил. Про кредит работает. Что касается онлайн-операции. Мне супруга звонит, не зная, что я уже там был в банке 5 дней назад, и сказал, кинь-ка мне на карту 15 тысяч рублей. Я не сделаю это уже. Если вы поставили запрет на переводы, то вы этого не сделаете. Но ваше право прийти в банк, вы можете менять сколько раз угодно эти условия. То есть это вы сделали сегодня, завтра придёте, напишите новое заявление, вам увеличат лимит, например. Вы можете установить лимит. То есть не полностью заблокировать проведение транзакции, а, например, установить лимит, чтобы в течение недели не более 15 тысяч. Или в течение дня не более 3 тысяч. Или чтобы сумма перевода, онлайн-перевода, не превышала, например, 30 тысяч. Совершенно верно. Совершенно верно. Смотрите, если я сделал такие самостоятельно, по доброй воле, вот такие заградительные барьеры, в части обезопасить себя, чтобы злоумышленники не использовали все вот эти возможности, у меня карта для других целей будет работать? Я ей в магазине-то расплачусь? Безусловно. Безусловно. Физически она у вас будет работать, работать без каких-либо ограничений, вы можете ей расплачиваться где угодно. Вот это вот тема с онлайн-кредитами. Потому что действительно для злоумышленников это тоже целая такая тема. Украсть персональные данные. И во многом не то, чтобы своровать вот те, может быть, жалкие деньги, которые есть на счету, а чтобы повесить на человека вот этот кредит. Ну, что греха таить, часто таких диалогов не выдерживают все-таки пожилые люди. И на это тоже направлена как раз вот вся тематика вот этих вот переговоров. Получается, что я могу поговорить со своей семьей, со своими родителями, рассказать риски, которые вообще могут быть в результате вот таких вот переговоров. И уже вместе с родителями, с кого-то из членов семьи, сходить в кредитную организацию там, да, и вот поставить такие вот запреты на онлайн-кредитование. Так будут подписи, естественно, моих родителей, но это просто результат... Результат вашего взаимодействия с вашими родителями. С семьей там, да? Да, всё верно. Слушайте, это совсем новая вот такая вот история, потому что я слышал об этом законопроекте, который сейчас в закон превратился фактически, да, или возможно. Да, совершенно верно. То есть это новое, вот ещё раз повторюсь, это с 1 октября вступило в действие, то есть в течение полутора где-то лет он проходил разные стадии согласования. То есть вот сейчас это появилось, сейчас это действует, это работает. Ещё раз повторюсь, что прошло всего две недели, и кредитные организации дорабатывают, сурово программное обеспечение разрабатывают заявления, формы заявлений. Но, безусловно, надо обращаться, надо спрашивать именно в свой банк, обслуживающий банк. Личный вопрос. Ну, хотите отвечать, хотите нет. Смотрите, я понимаю, что, наверное, это была во многом инициатива и Центрального банка, Банка России, но как это известие сами кредитные организации, коммерческие банки восприняли? Потому что я знаю, что молодые люди переживают за своих пожилых родителей, они охотно бы воспользовались такой историей, но, в принципе, они же ведь ограничивают финансовую деятельность и заработок коммерческих банков. Вот, может быть, когда вы упомянули, что не все банки ещё подключились, есть какое-то противодействие? Нет, противодействия, безусловно, нет, по одной простой причине, потому что сейчас ещё некоторые другие нормативные у нас акты находятся в стадии согласования, то есть перед тем, как разработать что-либо и внедрить, то есть, безусловно, собираются все участники финансового рынка, представители Центрального банка, представители кредитных организаций, правоохранительных органов, организации, которые занимаются информационной безопасностью, то есть мы вместе собираемся и вместе решаем, что и как лучше сделать с наименьшими потерями для всех сторон. То есть вот, раз мы эту тему немножко затронули, например, в феврале 2023 года, то есть буквально уже скоро, состоится очень большой форум на Урале, в котором будут принимать непосредственно и кредитные организации, и Банк России, и представители организаций, которые занимаются финансовой информационной безопасностью, где будут обсуждаться новые нововведения, которые мы, как Банк России, предлагаем и будем обсуждать. У нас будут открытые площадки, будем выслушивать все стороны, для того, чтобы грамотно и с наименьшими потерями для всех принять законопроекты, представить их нововведение в Государственную Думу, эти законопроекты, которые будут в первую очередь работать на безопасность денежных средств для физических лиц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова